МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему разного размера нужны банки? Такая баночка, она легко с собой взять с собой. В рюкзак вещевой где-то она не составляет труда перетащить ее на дальнее расстояние. Эти чуть побольше. Почему? Ребята, подготавливая позиции, часто окапываются. Они могут ее зажечь, погреть руки. Даже кружку чая подогреть тоже можно. То есть нужны такие. Баночки побольше такие. Зачастую становятся способом подогрева пищи. Можно еще больше. Есть случаи, когда ребята ставят буржуйки в несколько банок и забывают за то, что нужно подкидывать дрова, обогреваются у себя в блиндажах. Поэтому банки делаем разные. Мы участвовали в Одесском сопротивлении. У нас было очень мощное движение в Одессе. И для того, чтобы его подавить, был совершен этот акт убийства массовой людей в Одессе. Началось это все на Соборной площади, закончилось Доме профсоюзов. Дальше уже пришло понимание, когда стали пропадать люди, исчезать, не выходить на связь, кто с нами был в одном, скажем, отряде. И пришло понимание, что надо уезжать, потому что дети, и уже забота о детях, в первую очередь, а не о себе. Переехали мы из Одессы в 2014 году. Там моя мама, там мой брат. К сожалению, он находится на другой стороне. Наша семья разделена. Я здесь помогаю своим, а у него теперь свои. И он забыл, что он русский, к сожалению. Так случилось, что наша семья больше не существует. Уж, к сожалению, не пригоден к военной службе. Поэтому мы приняли решение для себя, что должно помогать, чем можем, раз не можем с оружием в руках защищать своих детей. Вот так сложилось, что мы с ноября создали группу и начали привлекать близких, знакомых, друзей. Сейчас она разрослась до того, что на данный момент у нас уже отправлено две машины. Я лично сопровождала одну из этих машин в зону СВО. Встречалась с ребятами, с нашими парнями. Начала делать в декабре свечи. И сейчас подключились очень многие. Делают и пенсионеры, и дети помогают взрослым родителям. Сейчас у нас делают свечи. Именно в нашей группе около 30 человек уже. Графика нет. Когда есть свободное время, я могу и целый день это делать. У нас готовится машина после 20-го числа на передовую. И вот именно к этой отправке мы стараемся переработать весь парафин, который мы приобрели, который нам помогли приобрести добровольное пожертвование. 300 килограмм получается. Вот этот практически весь парафин мы уже переработали в свечи. Сейчас самое главное отправить эту партию, а дальше уже все будет зависеть от погоды. То есть, если будет необходимость в этих свечах еще в феврале месяце, значит, мы продолжим снова, закупим парафин. И также будем снова изготавливать свечи. Картон собирают, ну, например, мне собрал кондитерский магазин. Так я сейчас, ну, домашний кондитер, кондитерский магазин мне собрал огромное количество картонных коробок. Вот так же приносят люди просто, собирают, кто-то дома собирает 10-20 баночек, кто-то приносит целыми коробками баночки металлические, там, кафе, или вот школа, допустим, опять же, нам помогает, собирают баночки, все родители несут и столовая собирают. То есть тут как снежный ком. Желательно, чтобы банка была чистая, неокрашенная, без этикетки, без клея. Это могла бы, конечно, наверное, не делать. И очень многих позиций понимаю, что их это, как бы, люди считают, что их это не касается. А на самом деле своих не бросаем. Продолжение следует...